здравствуйте дорогие друзья итак перед нами пейсах пейсах это праздник свободы праздник вообще три праздника есть в торе нет понятия пейсах такого нет есть праздник мацы это мы назвали его пейсах ну давайте скажем несколько слов почему как и где самая главная особенность пейсахом ее многие не знают это в том что обратите внимание в египте вот собирались в эту ночь праздновать то что они собираются выйти из египта да это после девяти казней но фараон совершенно не сдавшийся он еще и более жесткий он выгнал маше сказал что смертная казнь ему если он еще раз придет в то же самое время праздник праздник исхода с мацой марором и пасхальные жертвы как это еще никто не вышел обратите на это внимание бог хотел чтобы люди праздновали освобождение из египетского рабства которое еще не осуществилось на самом деле понимаете вот так вот в этом суть этого праздника то есть проникнуться такой уверенности что бог сделает то что обещал начинаешь уже праздновать кстати любавич сиреба очень часто говорил что вот если смотреться в душу человека она обладает чувством уверенности всевышнего хотя и даже нет а естественных оснований для этого и благодаря вот именно этому нужны и будут у нас сверхъестественные чудеса потому что мы верим сверхъестественно для освобождения из египетского рабства должны были подняться на такую высокую ступень самоотверженности уверенности во всевышнем что вообще это невероятно вы сейчас представьте себе приходит муж домой и говорит жене так быстренько собирайся с вещами там ничего не надо брать детей ничего не надо брать уходим в пустыню навсегда ну я хочу посмотреть ваш разговор женой так это самое минимальное что можно было рассказать каждый человек в своей жизни сталкивается с ситуациям которые окажутся безвыходными неразрешимыми и так далее да это может быть связано с бизнесом с личной жизнью со здоровьем и мало ли соотношениями с близкими тогда в этом случае тора нам говорит что ночь пейсах это ночь сохранения и сохранили написано для всех поколений если мы продолжаем своей вот этой повседневной жизни проявлять абсолютную уверенность во всевышнем на уровне которые выше вот постижения да вот именно вот я верю потому что это точный так то мы становимся сосудами для сил которые тоже могут преодолеть законы природы и мы не просто можем удостоиться чудесу чудес подобных исходу из египта обязательно удостоимся обратите внимание у мира из два начала роша шана когда начинается так сказать новый человек новая судьба его и вот сейчас сейчас когда сейчас в роша шана человек получает новые силы души человек получает так сказать внутреннее содержание на год и вот эти два начала обратить внимание что роша на это для ходьбы чем должен остановиться медленно продумать все взвесить оглянуться назад прошло принять какие-то так принимающие новые решения а сейчас сейчас вот в этом это скачок это прыжок вот сейчас время принять решение если тебя были какие-то сомнения так или не так все вперед прыгай все это увидишь что все будет хорошо чтобы прийти к избавлению надо прыгнуть те кто придвигается сегодня шагом он как бы не работает на шонами надав был такой один из руководителей колена иуды он зашел в море когда вот так вот дошла вода начал раздвигаться море надо сделать этот шаг обратите внимание что чтобы перейти вот к этому пейсиху к скачку сильному вперед надо осознать тот ситуацию где ты находишься надо осознать что не все так просто 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 обратите внимание мы с вами на пейсихе едим например марур как горечь рабство это понятно а вот как сладкая такая тертая смесь яблок и фруктов как является она сказать признаком нашего рабства или там одного из примет как ведь это сладко так вкусно написано что человек может быть начальником там каким-то там надсмотрщиком там лещо какой-то выходящий пирамидам там ему кажется что у него все хорошо и вот вырваться из этого сладкого рабства намного сложнее чем с горького и тяжелого и поэтому надо смотреть разные аспекты вот этого вот рабства последние два слова скажу 18 веке градоначальник берлина пришел на пасхальный седор к раввину гиршилау главному уровню берлина внимательно присматривался к порядку седра потом говорит слушайте а в чернике удивляется у вас суккот люди ни с того ни сего ходят дети в шалаш и не спрашивают что это за ночь такая и грана начальник ему сказал вы знаете в суккот и в пейсах и во все остальные дни мы как известно из истории всегда какой-то есть имам если мы в суккот выходим из дома и находимся там на улице в шалаше во временном жилище еврейские дети не удивляются а вот когда они привыкли к гонениям к различным проблемам а вот когда мы сидим на закрытым за закрытым открытым столом простите накрытым красиво когда мы сидим в великолепном доме когда мы сидим дети удивляются что все в порядке сегодня такая маленькая шутка брахавая слаха хорошего кошерного пейсаха и чтобы мы наконец вышли из египта и все наши враги сломали себе ногу брахавая слаха